Субтитры создавал DimaTorzok Кто помнит, о чем проповедовал Леон? Быстро же мы все забываем, не правда ли? Итак, я напомню вам, что Леон говорил об отношениях между мужем и женой. Мы поговорим также и об этом, но чуть с другой точки зрения. Итак, мы начнем с молитвы «Отче, которые на небесах». Помоги мне, Отец, передать Твоё Слово таким образом, чтобы оно укрепило людей. И чтобы Твоё Слово напомнило людей, и чтобы все мы могли им воспользоваться. Во имя Иши, Мессии. Итак, мы читаем из книги Матфея, 23 глава, стих тоже 23. Ишу здесь говорит о фарисеях, саддукиях и прочих его учеников. Итак, мы читаем из книги Матфея, 23 глава, стих тоже 23 глава. А не играть за Барусиц. Горе вам, учителя и закона, и фарисеи, святоши. Вы платите десятину смяты, укропа и тмина. А самое важное в законе – справедливость, милосердие и верность отбрасывайте. А делать надо это, и о другом не забывайте. И вот он говорит следующее. Вы даёте пожертвования. Десятины пожертвований – это хорошо. Это просто замечательно, поскольку это и есть исполнение заповедей данной Бога. Вы занимаетесь сельским хозяйством, выращиваете фрукты, овощи и прочие культуры. И от них тоже отсчитываете десятину смяты. Он говорит, что это все классно и замечательно, но вы упускаете нечто другое важное, то, о чем говорит Тора. Он говорит, что самое важное, о чем говорит Тора – это праведный суд, это милосердие, это вера. И в принципе, то, о чем говорит здесь Ешуа, он цитирует слова пророка Михея. Пророк Михея сказал, что хорошо, что доброе для человека делать, что ему сказал Бог доброго делать. Я хочу прочитать из шестой главы пророка Михея, тоже с шестого стиха. Прочитаю сразу по-русски. «Совершнему Богу предстану ли со всесожжением с телятами годовалыми? Тысячи ли баранов будут угодны Господу? Или пролить оливкового масла десять тысяч рек? Не принести ли первенца жертву за преступление? Плод моего чрева за грех? Сказано тебе, человек, что добро и что хочет Господь от тебя. Лишь творить справедливость, любить милосердие и смиренно ходить перед Богом твоим». Итак, вот человек приходит к Господу и задает вопрос, что же он мне делать? «Могу принести массу жертв». Он говорит, что я готов принести жертву всесожжение или жертву всесожжение. Это дар, который я принесу. Это, в общем, не только милосер, но и трума. Это не только десятая часть, это еще и пожертвование всесожжения. То есть, я даю нечто дополнительное, нечто от себя лично. Он говорит, что я могу дать тысячу жертв принесу. Он говорит, что из-за того греха, что я совершил, готов отдать все, что угодно, даже первенца. А шина им это язор. И часто мы в своей жизни подобным же образом ведем себя. Человек живет, идет по жизни, делает дурные вещи. Может быть, не очень дурные, может быть, слегка дурные. И далее он говорит сам себе, «А я, как бы, очищу себя, я искуплю себя теми дарами, которые я принесу». Он как бы сам себя утешает. Приведу вам следующее время. Например, есть нечестные люди. Например, преступники, убийцы. Торговцы оружием, наркотиком. Убивают людей. За деньги. И вот он таким чудесным образом заработал себе денег, потом отделил от них некую часть, пришел в церковь, в общину, в дом, где живут нуждающиеся люди, и принес таким образом пожертвования. И вот он занимается таким самоутешением. Я же пожертвовал, я же отдал, я же заплатил за свой грех. И что касается нас, людей простых, не убийц. Нам кажется, что вот мы что-то такое пожертвуем и устроим мир между собой и Богом. Или вы думаете, вот я сделаю какое-то особенное такое дело, специфическое. И именно это сотворит мир между мной и Богом. Но вот о чем здесь говорят и Иешуа, и пророк Михей. Они говорят, недостаточно сделать нечто одноразовое. Это не то, что ты говоришь, что ты берешь себя в руки, принимаешь решение. Вот я отдам нечто такое, но этого недостаточно. Это лишь одноразовое действие. Иешуа говорит, что вы должны творить суд праведный, милосердие, веру, и это должны быть каждодневные ваши практики. Это должно быть качество нашей жизни, то, с чем мы имеем дело каждый день. Это должно стать частью нашего характера, мы должны работать над своим характером. Потому что самое простое сделать так, упс, один раз я сделал какое-то доброе дело, как бы прикрыл свои прегрешения, и этого достаточно. Но он говорил, нет, этого недостаточно, нужно каждый день практиковать, нужно каждый день работать над своим характером, каждый день, чтобы Дух Святой действовал в твоей жизни. Мы слышали много проповедей, которые говорили над темой, что есть творить суд и что есть творить милосердие. Что есть творить милосердие, и как мы движемся в двери. Но я хочу повернуться немножечко в другую сторону. Не просто так Иешуа говорит здесь на эти темы. Есть божественное качество, или качество, принадлежащее Богу, с которым также Иешуа двигался по жизни. Я приведу вам пример, и вы поймете, о чем я говорю. И вы также поймете, почему это связано с семьей, соотношениями между мужем и женой. Когда я готовился и читал эти стихи, мне захотелось спать. Я сказал себе, все, вот до сих пор я говорю, и все, а сейчас я отправляюсь спать. Но вдруг в памяти моей возник очень важный стих. Кто из вас знает, что такое дфилин? Есть мужчины, знающие, что есть дфилин. Есть, 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 есть. Камо крихот сомим, по, на л'яд? Шево, шево. Семь крихот. Миша יודע, למа сомим шево крихот? Миша יודע, למа сомим, шево крихот? Знаете, вы почему? Семь. Моше, наш Хазан знает все. Это по соответствии со стихами из книги Иосии. Мы прочитаем эти стихи, и вот о чем они говорят. Это те же самые слова, которые наши друзья здесь пели. Возможно, вы увлеклись лицезрением наших друзей, но на стене также был спроекцирован текст. Они взяли стихи из разных пророков, которые говорят «О, Иешуа». В одном месте говорится о том, что Он подобен Секаде, подобен Апоре. В другом стихе говорится о том, что Он превыше, Бог превыше сегодня. И еще в одном стихе говорится о Вечном Завете. И вот здесь написано следующее, я буду читать из 2 главы. На Еврите это 21 стих, а вот он переводит 19. Прочитаю сначала на Еврите. Он говорит, что он говорит «Опручись со мной навечно». В чем именно? В праведности или в суде? В милости и в благодати. В вере. Бог здесь говорит об Израиле. Он называет Израилем своей женой. Он говорит, что я не делаю Иерусин. Он обручился с тобой навечно. В прошлый раз именно об этом говорил Леон. Он говорил также о том, что Иешуа стоял перед Фарисией. И говорил о том, что именно Бог сочетает, соединяет мужчину и женщину в браке. И в браке они становятся одним целым, одной плотью, единой частью, частью одного, можно сказать. И невозможно разлучить их, так говорит. И в этом стихе говорится об отношении к Израилю. Говорится о том, что мы станем одним целым. Итак, он обращается к Израилю в этом стихе и говорит «Опручись со мной навечно». Иными словами, он заключает с Израилем Завет. Тот же самый Завет, который невозможно разрушить. Завет не на год, не на два. Точно так же, как мужчина, парень, подходит к своей будущей жене. И он одевает ей на палец обручальное кольцо, и говорит, или кольцо, которое связано с помолвкой. Он говорит «Ты теперь моя, и мы принадлежим один другому». Ты не можешь пойти и быть с кем-то другим. Но при этом они еще не поженились. Она все еще остается в доме отца своего. То же самое Бог говорит об Израиле. Он говорит «Израил, ты принадлежишь мне». На вечно, на вечно принадлежишь мне, и никто не может забрать тебя из руки. Часто люди говорят «Бог оставил свой народ». Люди говорят так «Израиль уже не имеет никакой ценности, Бог забыл его, Бог построил нечто иное». Но здесь мы видим нечто совершенно отличное от того, что говорят люди. Я заключаю с тобой завет на вечно. Я обручаюсь с тобой на вечно. В Захарайзе мы видим «И разтихли в цедок и в мишпад». Почему Иешу говорит о том, что мы должны вершить праведный суд, быть в праведности и в суде? Потому что сам Бог праведен, и Он вершит праведный суд. На вечно, что Иесраиль и что? Это вся метафора такая, да? Поймите правильно, это все метафора, это образ. Израиль, его жена Бога. Но часто мы видим как Израиль поворачивается спиной к Богу. Как Израиль уходит и изменяет ему. И Бог говорит «Нет проблем, я буду вершить праведный суд». Я унижу тебя, я побью тебя. Я даже изгоню из твоей земли, в Галут, в Росине. Но по-прежнему мы помолвлены, мы принадлежим друг другу. И вся эта книга, Осии. Почитайте ее, поймите, вникните в нее. И просто это доходит меня до слез. Бог здесь говорит «Осии, возьми жену, которая изменяет тебе, и полюби ее». У нее постоянно разные мужчины. Но ты продолжай любить ее. Потому что вот так я люблю Израиль. Я помолвлен, я обручен с Израиля. Я вершу праведный суд, я наказываю. Но так же он говорит, он продолжает «Я обручен с тобой в милости и в благодати». Даже если я наказываю, я все равно продолжаю любить. Я буду продолжать миловать тебя и собирать тебя. И мы действительно видим очень много милости от Бога. Мы видим, как Бог собирает свой народ из Росине. Он всегда сохраняет, пусть, небольшую часть народа. Ну, верно. Израиль получает очень много ударов, но тем не менее, Бог собирает его, Бог милует его. И все это происходит почему? Не по причине самого Израиля. Но по причине того, что Бог обещал. Бог поплялся Авраамом. Поскольку сам Бог сказал «Я обручен с тобой навечно». Есть другой стих, который говорит «Не ради тебя, но ради себя». Говорит Господь. «Ради своего святого имени я буду продолжать миловать тебя». И далее он говорит «Я обручен с тобой в вере». Что это за вера? Это связь иного свойства. Это также говорит о верности Бога. Потому что вера и верность это об одном и том же. Он не говорит о нашей верности. Он не говорит о верности народа Израиля. Он говорит о своей собственной верности. Он говорит о вере иного свойства. Он говорит о вере в Иешуа, которая дает искупление. Он говорит о верности Иешуа. Он говорит о верности Иешуа. Впоследствии такой веры мы будем вместе с ним навечно. Я бы хотела, чтобы вы поняли еще одну важную мысль. На русском 16 стих, на еврите 18, еще одна важная мысль. Это книга из Руси. «Зомер, бая ба йома у, не ума дунай, тикрии иши, вы лег тикриили от баали». «В тот день, говорит Господь, ты назовешь меня муж мой, и впредь не будешь звать меня хозяин мой». «Зомер, ше ие йом, йом ми ухад». И он говорит, настанет день, важный день. «Ваз аг израэль тикриили иши». «И ты, Израэль, назовешь меня мой муж». «Вэ льо тикриили баали». «Не будешь называть меня мой господин или мой хозяин». «Зо домер, ше я бо йом и хад ми ухад, от куфа ми ухэбек». Итак, это говорит о том, что наступит период времени. Когда изменятся отношения между Израэлем и Богом. «Отношения будут на совершенно другом уровне, не так как было до сегодняшнего дня». Потому что сегодня Бог по отношениям к нам он как господин, как владелец, хозяин. Он некоторые вещи навязывает. Он как бы силой их привносит в нашу жизнь. Но наступит время, когда будет совершенно другого уровня близость с Богом. «Воотто ём, вооттоа ткуфа, це бидюк зма шель фрита хадаша». «Это был период, это день Номова Завета». «В Пророке Йеремия написано буквально в тех же словах. Глава 31 и стих 31. «Воине ямим ваим, неум Адунай. Вокарати от бит Исраэль воет бит Иуда брит хадаша. Локи брит, ашер карати от авотан. Войом, ахсиги баяда, льотзян меярец Мицраэм, ашер има аферу, от брити. Ванохи, ваалти бам, неум Адунай». Почитаем так же по-русски. «Наступят дни, говорит Господь, когда я заключу с потомками Израиля и с потомками Иуды договор новый. Не такой договор, который я заключил с их отцами, когда взял их за руку и выбрал их из Египта. Тот договор мой они нарушили, хотя я был их владыкой, говорит Господь. Иной договор я заключу тогда с потомками Израиля, говорит Господь. Азуамер, аник шекарати брит и мистраэль шамбы арсинай». Он говорит иными словами, когда я заключал завет или договор с Израилем на горе Синае, я стал их владельцем, господином. Иными словами, завет, который был тогда заключен, это был завет, буквально заключенный силой. Или, другими словами, завет или договор от безвыходности. Бог привел народ к горе Синае. И мы видим, что когда они делали что-то неправильное, в тот же момент они получали наказание. Не было выбора либо умереть, либо послушаться Бога. Ну что вы бы выбрали, умереть или все-таки послушаться? Ну, и разумеется, Израиль сказал, хорошо, сделай все, что ты скажешь. На мротче, аюк-элюш-эрдэнь, ло я михпад твою митинь. И не спрашиваю... Было некоторое количество людей, которые сказали, нет, и они умирали. И так Бог говорит, вот при заключении того завета, я стал вашим владыкой. Но в новом завете станет нечто по-другому. Я уже не буду вам владыкой, хозяином, но я буду мужем. Это другой уровень. Это значит, что вы начинаете любить Бога, и это ваш собственный выбор. Это иной уровень завета, когда Бог послал Иешуа Мессию, который искупил нас. И когда пришел Мессия, и он принес себя в жертву, он был распят и воскрес. И вот человек смотрит на все это и думает, ну сколько же пострадал Иешуа. И все это только ради меня. Тот, который ничего дурного не сделал. Он был распят вместо меня из-за того, что я какими-то глупостями занимался. И вот он начинает понимать эту великую любовь. Он понимает, насколько велик Бог, насколько он любит человека. И он в ответ говорит, я тоже хочу любить Бога так же. Хочу следовать за ним. И это мой свободный выбор. Это то, что происходит с Израилем, друзья. Он говорит, это то, что произойдет с Израилем. Пока еще мы этого не видим, но это произойдет в будущем. Именно об этом говорил Иешуа. И также другие пророки об этом говорили. В другом месте написано. И так он говорит, наступит время. Когда сыны Израилева начнут просить Бога. Они начнут просить о том, чтобы пришел некто подобный Царю Давиду. И они будут в страхе и в любви. Они будут искать любви Божией, доброты Божьей. И Иешуа сказал, что он не придет до тех пор, пока вы не скажете по словам предыдущей войны. Он говорит, что он оруди Израилем. Он сказал, что он не вернулся до тех пор, пока вы не произнесете эти слова. Иными словами, наступит момент, когда весь народ Израиля поймет, кто есть его Иосиф. Когда народ Израиля войдет в Новый Завет. Когда помолвка превратится в свадьбу. И отношения с Богом уже будут не как отношения к владельцу, к господину, к хозяину, а отношения к мужу. И они сказали, что они вернулись в Иосиф. И они вернулись на меня, который пронизали. И они будут рыдаться обо мне, как един народ. И весь народ Израиля возникнет, Иешуа придет. Они сказали, что он наш Мессия. Теперь-то мы понимаем, что мы натворили. И будут плакать. Вот брат вернулся. И тогда Новый Завет будет осуществлен в полноте. И как написано, наступит юбилейный год. Сейчас еще не наступил юбилейный год. Мы находимся в периоде последних дней. Ам Израиль, Рак Бадерых. Народ Израиля еще в пути. Они еще жестоковины. Они еще немцаем в Бритах, а Яшана. Все еще находятся в предыдущем Завете. Но Бог говорит, я даю вам свое слово и напишу его на ваших сердцах. И сам Иешуа и есть живое слово. Дух Божий уже находится в стране Израиля и во всяком другом месте. И действие двигается. Возвращает народ Израиля из разных стран. И постепенно, шаг за шагом, разрушает твердыни внутри народа. И точно так же, как мы говорили сегодня, народ Израиля начинает изменяться. И шаг за шагом входит в Завет, в Новый Завет Бога. Принимает Иешуа постепенно. И очень скоро он вас плачет и скажет, благослови Твою Русь во имя Господне. И все эти вещи, о которых говорилось в Пророках, праведный суд, милость и благодать, вера или верность. Это ценности принадлежащие Богу. И он призывает нас, чтобы мы тоже приняли для себя ту же систему ценности. И сегодня я говорю, я обращаюсь к разным народам, к разным людям. И я говорю, пришло время прекратить антисемитизм. Потому что Бог хранит свой Завет со своим народом, потому что это вечный Завет. Аминь. Настало время, когда другие народы и Израиль должны относиться друг к другу с милостью и с благодатью. Внутри наших общин мы должны относиться друг к другу с милостью и с благодатью. На Еврите в данном стихе употреблено слово «Эвкерут», которое обозначает совсем не то, что… Это не просто зло. Это не просто зло. Это буквально предательство, наверное, когда ты должен был кому-то помочь, а ты его бросил. Ты на кого-то наехал на машине и убежал с аварии, ты оставил человека умирать. Это предательство. «Эвкерут». И вот в наше время, в эти последние дни, это происходит все чаще и чаще. И любовь, которая самая важная, и так говорил «Ешуа», она охладевает. Он берет эти слова «Праведный суд», и он говорит «Продолжайте действовать в этом направлении». «Продолжайте творить милость и благодать». «Продолжайте любить других людей, даже если они бросают тебя». «Милость, благодать и будь тверд и крепок в вере». «Постарайся быть таким же верным, как верен Бог». Это кажется почти невозможным, но есть куда продвигаться. «Насколько мы верны». «Хотим ли мы быть действительно верными или хотим мы откупиться какими-то маленькими пожертвованиями». «Верность» — это каждодневное хождение. Вот, собственно, и все, о чем я хотела бы говорить. Я бы хотела на эту тему помолиться. А він уши по-замай.